Здравствуйте. Тут вот название такое у нас игривое, как с помощью математики достичь счастья в любви. Ну, про разбогатеть я уж и не говорю. Значит, у нас запланировано сейчас 10 передач на эту тему. История возникновения такая. Значит, был у нас курс математики такой вот телевизионный, 80 передач. Назывался типа такого, все, что нужно, значит, экономисту из математики. Вот, все и больше ничего. Ну, вот такое вот название, все, что нужно знать. Вроде как, завлекательное, но 80 передач. Мне говорят, Борис Сергеевич, сделайте что-нибудь покороче, но чтобы было еще более завлекательное. Ну, я не отказываюсь от названия. Будет только о том, как разбогатеть с помощью математики, как достичь с помощью математики счастья в любви. Все будет четко только вот по этой программе. Значит, планируется сделать следующее. А вроде как эти 10 передач хотят записать, хотим мы записать на DVD-диски. И на этом же DVD-диске там в качестве приложения, ну, текст учебника некого. Вот такого, в такой же манере написанного, по математике. Там будет тервер, статистика, ну, всякие такие вещи, связанные как раз для экономистов. Я это попросту называю, ну, собрание анекдотов по математике. В смысле, поучительных случаев. Вот, это вот такое у меня вступление. Ну, перейдем, так сказать, к делу. К содержанию передач. Значит, понимаете, вот можно математику по-разному излагать. Какие-то теоретические основы рассказать. А потом из них там в качестве приложения, когда человек утомлен совершенно этими теоретическими основами, приложение к жизни. На самом деле, реально, со многими вещами человек сталкивается как раз в прямо противоположной последовательности. Сначала у него возникает проблема, которую нужно решить. А потом он, значит, придумывает метод решения этой проблемы. Ну, в частности, например, чудные методы решения всяких проблем. В том числе, проблемы, которые могут встать перед Ред Баттлером, прибывшим в Нью-Орлеан после окончания гражданской войны. Ну, представляете себе, симпатяга Ред Баттлер. Приезжает он себе в Нью-Орлеан. Война только кончилась. Вот полюбуйтесь, какой симпатичный. Скромно опустил глазки. Смотрит в тарелку. Тарелка только на первый взгляд кажется пустой. У него там чего-то есть. У него еще в стакане что-то, какая-то прозрачная белая жидкость. Ну, в общем, он достаточно грустный человек-то. Хоть и в черном своем фраке. Но человек он грустный, потому что после поражения в гражданской войне Юг много потерял в экономическом отношении. И вот Ред Баттлер. Внутри у него он в тарелку-то смотрит, а видит он облик своей прекрасной Скарли Тохары. Помните такую красавицу? Вот она, Скарли Тохара в исполнении незабвенной Вивьен Ли. Вот такая вот красивая, немножко игривая. Чем-то даже, по-моему, похожая на Наташу Ростову. Вот так вот, в этом обличье. И вот приезжает он в Нью-Орлеан. Любовь любовью. Ну, это все-таки Америка, капитализм. В общем-то, дикий капитализм, надо отметить. И он хочет на базе этого дикого капитализма заработать хоть какие-то деньги к свадьбе своей. С красавицей Скарли Тохарой. Нужно что-то делать. Вообще, излюбленное занятие всех бизнесменов, это заниматься не в секторе реальной экономики, а в финансовой сфере, в сфере перераспределения произведенного прибавочной стоимости. Биржевой игрой заниматься. Для биржевой игры Нью-Орлеан представляет достаточно хорошую, такую, уникальную по-своему возможность заниматься игрой на хлопковой бирже. Хлопковой бирже. И вот это, собственно говоря, игрой на хлопковой бирже и будет заниматься наш персонаж Ред Батлер. С целью, значит, сделать деньги и достичь любви своей красавицы Скарли Тохара. Так что все в рамках обозначенного нами темы. Вот, полюбуйтесь, картинка изображает Нью-Орлеанскую хлопковую биржу. Это настоящая хлопковая биржа. Настоящая вторая половина 19 века. Настоящий французский художник Моне приехал в город, основанный французами, в бывшей французской колонии Луизиане, а ныне штат Луизиана, где еще действуют многие законы, оставшиеся от французов. Например, кодекс Наполеона, который касается брака и семьи и брачных отношений. И вот на этой бирже в ту пору заправляли родственнички французского художника Моне. И вот он их тут изобразил. На первом плане сидит какой-то самый уважаемый его родственник. Видите, что он делает? Он перебирает хлопок, смотрит, сколько он будет стоить. Сзади, около стеклянной перегородки, тоже два родственника Моне. Молодые ребята, им не положено сидеть такой возраст, что можно и постоять. У них на столе разложен хлопок, тоже что-то в него руки запускают, перебирают, гадают. Почем же он будет? Кто-то, один из родственников тоже, все родственники сплошные, одолели. Понаехали в Луизиану француз, деваться некуда. Кто-то читает газету, тоже, наверное, думает, какие-нибудь новости там политические, не повлияет ли что-нибудь на стоимость хлопка. Ну, то есть дело такое, сложное, угадать цену хлопка на будущий день. А вот если угадаешь правильно ту цену, которую будут давать за хлопок на бирже, то дальше все просто. Будешь заключать контракты, так сказать, форвардные контракты называются, на продажу дороже этой цены, которая будет на бирже установиться, и на покупку дешевле. А как устанавливается цена на бирже? Устанавливается очень просто. Есть куча плантаторов, поставщиков хлопка, которые говорят своим брокерам, ведь на бирже абы кто не торгует. Это не базар какой-нибудь, только члены биржи, только те, члены биржи, владельцы этого права, делегировали свои полномочия, их служащие, которые брокерами называются. И вот эти брокеры получают заявки от своих клиентов. Ну, плантаторы предлагают продать хлопок. И говорят, продавай брокеру своему. Ну, запросто так вот на ты, он же плантатор, это кто там он, брокер. А вот продавай, говорит, хлопок, если он будет стоить там не дешевле вот скольких там долларов за один тюк. И все. Вот такие ограничения дают. Ну, это дело вкуса самого этого плантатора, какие его расходы, он же лучше в своих делах разбирается. А покупатели, это всякие представители наших там Третьяковых, Савморозовых и прочих других там английских, французских, итальянских фабрикантов, которые перерабатывают хлопок в текстиль, в ткани хлопчатобумажные, что называется. Вот, ну, вот эти вот перекупщики, что везут его через океан. Они зафрактовали пароходы и, значит, говорят своим брокерам, тем брокерам, которые их заказы выполняют. Вот, товарищи брокеры, господа брокеры. Значит, купите нам, говорит, вот хлопок вот в таком-то количестве, если он будет стоить не дороже какой-то цены. Такие вот ограничения. Разные покупатели, у них разные, значит, эти ограничения. Кто-то может подождать у кого-то пароход зафрактован и ждет спокойно. А кому-то надо вот срочно уже заканчивать срок, скоро погрузка, а у него хлопка еще нет. Он очень готов и попал или дорогой цене купить. Но уж не совсем по-дорогой, потому что он дороже дорогого не сможет продать своей европе. Вот такие вот дела. И на этом решил заработать Ред Баттлер. Значит, следующие исходные данные. Вообще в математике это называется исходные данные. У нас это пока все вот описание и любовь Реда Баттлера. Это исходные данные. И вот это вот режим функционирования хлопковой биржи. Это тоже вот описание задачи на самом деле. И вот эту задачу о зарабатывании денег и о любви можно излагать словами, а можно формулами излагать. Так вот, формулами или такими вот зрительными наглядными образами, типа графиков. А зрительный наглядный образ вот такой. Что, помните, такая есть у вас, у экономистов, идейка такая есть, что существуют некие кривые спроса и кривые предложения на товар. Значит, чем выше цена, тем меньше спрос, зато больше предложений. И вот эти кривые, значит, одна из них вот растет, если здесь цена по горизонтали, то есть вот предложение растет с ростом цены, а спрос падает. И в некоторые точки, вот он тут спрос и предложение уравновешивают друг друга. Вот так вот и работает рынок. В частности, биржа очень хорошо это отображает. Да, вот такую вот работу такого рынка. Вот так появляется равновесная цена, называется. Равновесная цена, при которой спрос равен предложению. Да, вот так вот. Все, кто согласен продать не дороже этой цены, согласен продать, они по этой цене продадут. Все, кто согласен купить не, значит, согласен купить по этой цене, он купит по этой цене. Значит, ну, кто согласен дороже купить, он тоже, то есть не дешевле этой цены, кто согласен купить, он купит. Вот и все. Вот это называется кривые спроса и предложения. Ну, в первом приближении эти кривые можно представить как прямыми линиями. Прямая спроса и прямая предложения. И вот Ред Батлер движим этой идейкой найти волшебную точку, точку пересечения двух прямых. И без математики ему это сделать будет очень тяжело. Собрался Ред Батлер, вспомнил про Скарли Тахару, завил там свои анусики, красавец Ред Батлер. И отправился, знаете куда отправился? Он туда, значит в конторы, к этим брокерам, дельцам, потолковать, поулыбаться. Ну секретаршного в ту пору не было еще, так в основном-то бизнесом занимались мужчины. Но мне так вот представляется, это красавчик Ред Батлер с самими тонкими усиками, улыбается там вот этим красавицам всяким. А они ему разбалтывают, сколько у них заявок от клиентов. И вот это вот заявочки у нас, смотрите какие от клиентов. Вот давайте поглядим на эти заявочки. Вот, это вот по цене 5 долларов за тюк. П, цена такая, прайс, П. Готовы купить 30 тысяч тюков хлопка. Купить или продать? Да, купить. А вот по цене большей, по 25 долларов за тюк, ломовая цена-то большая, готовы купить только 10 тысяч тюков хлопка. И есть у Реда Батлера дальше такая мысль. Вспомню-ка я, говорит Ред Батлер, вот это две точки фактически, да? Две пары чисел принес он домой, своего визита на эту самую хлопковую биржу, в брокерскую контору при хлопковой бирже. И стал вспоминать то, чего ему учили, где он там уж учился, в колледже, в университете, как у них это называется, Итан, Кембридж или что там у них еще такое есть. А математики его там учили, видимо. И вот без этого ему никак не обойтись. И вот тот раздел математики, который занимается всякими прямыми и, кстати, кривыми линиями тоже, называется аналитическая геометрия. Чудная наука, очень простая на самом деле. Все, что нужно знать Реду Батлеру, совершенно элементарные факты. Во-первых, чем замечательна аналитическая геометрия, в отличие от обычной геометрии? В обычной геометрии что там? Кривые, прямые, плоскости, все это как-то наглядно, визуально изображается. А вот в аналитической геометрии все это превращается в цифры, чтобы их можно было анализировать, в формулы. Понимаете? Вот это вот самая идейка. Начинается аналитическая геометрия, по сути дела, с введения системы координат. Помните? Декартова система координат. Вот она. Видите, две стрелки, горизонтальная ось Х, как ее принято называть, ось абсциссы, вертикальная ось ординат, буква У обозначает ее. И вот видите, вот в левом углу моей картинки написано, что это система координат правая. Декартова, прямоугольная, прямолинейная, правая система координат. Декартова придумала эту систему, поэтому она Декартова. Под прямым углом пересекаются оси, поэтому она прямоугольная. А оси из себя представляют прямые линии, а отнюдь не какие-нибудь кривые зигзулины, поэтому она прямолинейная. И правая, вы будете смеяться, знаете почему? Потому что ось У, то есть ось ординат, повернута относительно оси Х влево. У них там в математике все помешаны буквально на правилах таких там право-буравчиков и лево-буравчиков. Вот если сюда вернуть в начало координат шуруп, вот сюда шуруп вернуть, обычный правый шуруп, который вот так вот вращаешь, вот он туда закручивается. А вот так вот вращаешь от оси Х к оси У, вот такого, а он на нас движется. И вот этот, так сказать, буравчик, штопор, не знаю, шуруп будет двигаться на нас, если вертеть его против часовой стрелки. То есть если ось У повернута влево относительно оси Х. Вот поэтому такая система координат называется правой. Вот так вот. А вот вам пример. Это вот левая. Нет, это тоже правая система координат. Правая, правая, правая. Значит, в правой системе координат вся наша координатная плоскость разбита на четыре кусочка, на четыре части. Первый квадрант, второй квадрант, третий квадрант, четвертый квадрант. Сейчас в наших простых школах все это называют четвертями. Первая, вторая, третья, четвертая, четверть. Ну вот мы по старинке называем квадрантами. Это что-то такое, латинское слово какое-то. А вот это вот у нас правая, левая, простите, система координат, потому что здесь как будто бы вот ввернут левые шурупы. Вот сюда его вращаешь, он движется на нас. То есть по часовой стрелке ось У повернута относительно оси Х, то есть вправо. Вот это вот называется левая система координат. Ну вот так, тем не менее, это так. Кстати, в этих всяких системах координат, каждая из точек плоскости, вот она характеризуется парой чисел Х и У. Проекция этой точки на оси координат. Вот так вот. Ну, Рэд Батлер, надо сказать, человек был с фантазией. Он легко себе мог заменить всякие там Х и У на П и Ку. Какая разница, что понимать под Х? Какие-нибудь размеры на плоскости, а может быть это цена, П, прайс, а может быть это Ку, то есть объем товара, который готовы купить или продать на бирже покупатели или продавцы, соответственно, по данной цене. Ну, как-то уж так повелось. Вы все-таки ведь не с неба свалились ко мне, вы где-то там учились в школе. И вы помните всякие такие зависимости функциональные. Обычно всегда было так, У зависит от Х. Правильно было? У равняется функции от Х. Так как-то принято было обозначать. Вот эта вот горизонтальная ось, это вот то, от чего зависит У. То есть, в нашем случае Ку зависит от П, согласитесь со мной. Только та цена, которая вот сейчас на бирже работает, она определяет, сколько людей, какой объем товара Ку будет заявлен к покупке или будет заявлен к продаже по этой цене. Вот от этого все и зависит на самом деле. Ну, мне так кажется. Вот такие вот дела. И что там у Реда Баттлера-то было? У него были координаты двух точек. Двух таких замечательных точек. Вот они, две точки. Х1, У1 и Х2, У2. А у нас там, помните, как было? Ку1, П1, Ку2, П2. А здесь вот оно что есть. То есть, проблема сводится к следующему. Нужно по этим двум точкам провести прямую. Вот, кого не спрошу, даже самых людей, удаленных от математики, так, ну, жизнь их удалила от математики, у них всегда такая вот ситуация. Они помнят постулат Эвклида о том, что через две точки всегда можно провести прямую, причем только одну. Помнят или просто кивают, может быть, из уважения ко мне, но вот такой вот известный факт. Он достаточно очевиден. Через две точки всегда можно прямую провести, причем только одну. Одним способом прямую можно провести. Ну, вот как раз и тут тот самый случай. Вот они, две точки. И по ним можно провести прямую, причем только одну. Вот, пожалуйста. И вот задача. Определить уравнение этой прямой. Видите, как все просто. Уравнение прямой. То есть, это будет уравнение прямой, ну, вот, что там, спроса или предложения. Ну, в данном случае, чем больше X, тем больше Y, чем больше P, тем больше Q. Видимо, это прямое предложение. Значит, чем больше цена, тем больше предлагают продавцы продать по этой цене товара. Вот. А это вот у нас аналитическая геометрия. И, как видите, вот та проблема, которая стояла перед Рэдом Баттлером, построить пересечение двух прямых, фактически сводится к чему? Он сейчас сходит второй раз на биржу, разузнает, почем там готовы продавать, почем готовы пронутаторы продавать свой хлопок. И построит две прямых, две прямые линии. Два уравнения он построит. Два уравнения для прямой спроса и прямой предложения. Вот так вот. В принципе, задачу-то можно и графически, конечно, решать. По двум точкам строить прямую линию. Но Рэд Баттлер все-таки хочет на научный уровень все это подняться. И он правильно делает. Потому что сейчас-то все эти прямые линии можно запросто превращать в формулу и заставлять компьютер считать. Ввести данные в компьютер, ни о чем не задумываясь. Знаете, как он сидит в базу данных или в Excel, вводят данные, вводят эти цифры, а он будет выдавать всем желающим равновесную цену и равновесный объем товара, который будет продаваться на рынке. Вот так вот. Ну, в ту пору никакого в Excel не было, тогда и калькуляторов-то не было. Хотя, конечно, прогресс техники был всегда налицо. Ну что, сейчас попытаюсь вывести уравнение прямой. Помните, кстати говоря, в школе, опять же, в классе в шестом, в пятом, значит, вкладывают ученикам в голову такую идею, что существует некая линейная функция. Это когда у равняется, скажем, как это называют, кх плюс b, например, или ах плюс b. Кто как называл. Вот. То есть нужно вот эти коэффициентики посчитать. Тут на картиночке, смотрите, что тут изображено-то. Вот эти две точки с координатами x1, y1, x2, y2, да? И расстояние я между ними изобразил. Вот оно, расстояние между двумя точками. Давайте я вам указочку лучше покажу, так будет надежнее. Значит, вот они, две точки. Вот одна, а вот другая. Вот между ними расстояние. Расстояние между двумя точками. d1, 2 называется, да? Расстояние между двумя точками. Вот если бы заблагорассудилось его определить, как бы пришлось определять? А по теореме Пифагора. Помните такое? Вот два катета. Два катета. Значит, один катет, это разница вот этих самых y-ковых координат. А другой катет, это разница x-овых координат. Вот вам, пожалуйста, этот катет. Хотите по теореме Пифагора определять? Сумма квадратов катетов равна квадрату гипотенузы. Кстати, очень замечательно, что наша публика теореме Пифагора-то, ну, со школы примерно помнится даже, ну, не только слышал, но даже помнит. В отличие от нашей публики, студенты математики за границей, как утверждают некоторые наши соотечественники, которые там иногда преподают, и ее приходится объяснять студентам математикам уже в университете. Вот теореме Пифагора, они в школе не проходят. А Реду Баттлеру, она вот напрямую сейчас может пригодиться. Так вот, что еще я вам хотел сказать? Вот этот вот угол наклона, угол наклона, это угол наклона прямой, да? Тангенс угла наклона касательный. Нравится там такой термин? Отношение противолежащего катета к прилежащему катету. Можно так определять. Это будет называться угловой коэффициент прямой. Смотрите, что это такое, смысл каков. Вот настолько увеличился х, а вот настолько увеличился у. То есть вот, ну, представьте, что это время было. Вот за один час проехали 5 километров. Значит, скоро сколько будет? 5 километров в час. Или там за 15 часов проехали, проползли, да? 3 километра. Значит, скоро сколько будет? 1 километр в 5 часов. То есть 1 пятая километра в час. Значит, надо вот это поделить на вот это, да? Вот это вот и называется угловой коэффициент прямой в данном случае, да? То есть скорость роста. Скорость роста зависимости у от х. Вот всего лишь навсего. Вся наука, правда? Но это математика. Вот тут вот всякие углы нарисованы. Вот, пожалуйста, вот вам угол, 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 угол. Вот отношение противолежащего катета к прилежащему катету. Вот оно. Это будет, что ж такое? К-коэффициент. Вот он связывает изменение у, связывается с изменением х через некий коэффициент. К-угловой коэффициент прямой он называется. Хотите называть его тангенсом угла наклона касательной? Как хотите называть. Определите его очень просто. Дельта у делить на дельта х. Это и будет К. Надеюсь, что из такого простого уравнения вы это сообразите. Смотрим следующую картиночку. Вот она наша рассыховочка. Вот они. Дельта у, разница координат у этих точек. А вот дельта х, разница х координат. Кстати, обратите внимание, когда вот так вот у нас все хорошо растет и бежит, да? То есть большему х соответствует больше у. Вот большему х больше у. Меньшему х меньше у. Вот. И получается такая картина-то. Положительная вот эта разница, из большего и меньшего вычитаем, делится на положительную разницу. Из большего тоже х больше и меньше х вычитается. Вот. То есть этот коэффициент угловой будет положительным. А вот если будет, наоборот, прямая такая вот спадающая, чем больше х, тем меньше у, тогда все будет наоборот. И у2 минус у1 был бы тогда отрицательным, а делился бы на положительную величину. Тогда будет коэффициент угловой отрицательный, да? Кстати говоря, если у не меняется, это значит горизонтальная прямая, что называется. Вот как типа эта пунктирная прямая проведена, а горизонтальная. Вот у нее угловой коэффициент равен нулю. Ничего не меняется. Такие, кстати, бывают случаи, когда спрос, например, не зависит от цены. Вот такой классический товар, такого сорта, соль, он, значит, спрос всегда одинаковый. Так утверждают в учебниках по экономике, по крайней мере. Чем больше цена, ну, цена, его мало надо, этого товара для пищи. Ну, сколько там соль-то надо? Мы же не столовыми ложками едим. Так, подсолить надо. Вот, и не критично. То есть, в разумных пределах цена соли на спрос не влияет. Все равно купят столько, сколько нужно. Необходимый товар и недорогой, в общем-то. Мало его нужно потреблять. Ну, так вот, заветное уравнение прямой. у равняется кх плюс b. Что такое ка-то? Это я уже проболтался, угловой коэффициент. А что такое b? Сейчас мы поймем легко. Если х равен нулю, то у равен быть чему в этом случае? b. k умножить на нуль плюс b. Да, b точно. Это будет равно b. То есть, это та координата той точки, где прямая пересекается с осью y. Ну, вот она тут прямая, да? Вот это вот расстояние b, вот это вот и есть b у вас здесь, можно так сказать. Да? Вот это b. А k это вот то самое отношение, про которое я вам сейчас толковал. Ну что ж, поедем дальше. Вот наша прямая. Да, считать надо ведь. О, считать надо. Ну, сейчас посчитаем. На самом деле, это очень просто. Давайте-ка попробуем выяснить, что есть эта самая пресловутая дельта y разница. Подставим наше уравнение сюда и поглядим на эту очень простую формулу. Формула действительно очень простая. Смотрите, y2 минус y1, да? Это вот то самое, что называется дельта y. Да, да, оно дельта y. Вот оно y2. k на x2 плюс b. То есть мы вместо x подставили x2. Должно получиться y2, если правильно подобраны k и b. А вот подставили x1. k умножить на x1 плюс b. Вот эту величину будем бы читать. Ну, после несложных, как говорится, вычислений, раскрытия скобки, b сократятся, и останется что? k умножить на вот эту вот разницу. x2 минус x1. То есть k на дельта x. Вот отсюда. О, начало, вот оно, конец этой цепочки равенства. То легко определить очень будет значение k. Дельта y делить на дельта x. Вот y2 минус y1 делить на x2 минус x1. Вот оно будет значение коэффициента угла наклона касателя. Видите, как мы вдалбливаем, вдалбливаем. Мы, конечно, вдалбили. Ну, для примера, можно записать, чему же равно y1 во всей этой конфигурации. Смотрите, что тут написано. y1, вон, чему равняется. Да, вот этот угловой коэффициент на x1 плюс b. Батюшки, отсюда же b можно найти. Запросто. Вот отсюда можно b выразить. Вот оно выражается b. На какое-то очень некрасивое, леповатое уравнение. Ну, то есть, посчитать-то можно, если подставить. Но всегда в математике нужна красота. Вот это уравнение записано для y. Видите, вот такое длинное, тяжелое, угрюмое уравнение. Вот для y. Вот оно записано. Вот так оно выглядит тяжело и натужно. Только здесь не x1, а x просто стоит должен. Считайте, что его нет. Вот. Вот он, да. Вот он, x стоит наше замечательное. Вот оно, такое вот тяжелое, натужное уравнение. А его легко еще можно преобразовать. И красиво получается. Смотрите, как красиво получается. Объединили мы. Видите, множители одинаковые. А тут x, а тут x1. То есть, x минус x1 умножить на эти этажерки. А y1 налево перенесли. И что получилось? Вот что получилось. Осталось только один у нас, так сказать, жест до окончания. Вот он. Это получилось. Знаете, что называется? Это называется уравнение прямой по координатам точек ей, значит, принадлежащих. Вот какая вот картина выходит. Значит, y минус y1 делить на y2 минус y1 равняется x минус x1 делить на x2 минус x1. Вот такое вот уравнение прямой по координатам двух точек. Кстати, есть и другой способ задания прямой. Поглядите-ка, можно не про координаты двух точек говорить, через которые она проходит, а про координаты точек, в которых прямая пересекает координатные оси. Вот, например, длина этого отрезочка, да, b, да, а это вот длина отрезочка а. И вот есть такое словечко, уравнение прямой в отрезках, отсекаемых ею на координатных осях. Вот так это называется. Это тоже легко себе представить. Достаточно все просто культурно переписать. Смотрите-ка, вот координаты этой точки. По x 0, по y b. Этой точке по x а, по y 0. И подставляем в уравнение прямой y минус y1. y минус b. y2 минус y1, 0 минус b. x минус x1, x минус 0. x2 минус x1, а минус 0. Ну, дальше тут несложно. Нули, они есть нули, что-то там на что-то делится. И получается чудное, дивное уравнение. И вот, поверьте моему слову, вот Рэду Баттлеру, оно очень даже полезно будет именно в этой формуле. Смотрите, как хорошо, красиво оно как выглядит, главное. Поглюбуйтесь. Это же красота какая. x делить на а плюс y делить на b равно единице. Рэду Баттлеру не нужно этого знать на данный момент. Но он это знает, только скрывает от нас. Вот. Что похожее очень уравнение, когда x квадрат делить на а квадрат плюс y квадрат на b квадрат равно единице. Это будет уравнение эллипса. Видите, какая тут получается такая взаимосвязь между прямой и эллипсом. Да, эллипс. Это такая вот кривая, похожая на огурец. И по ней, говорит, спутники летают вокруг Земли, планеты вокруг Солнца, кометы и там все такое прочее. Вот. Эллиптическая кривая. Что я хочу вам еще сказать, ангелы мои. Значит, в зависимости от значений углового коэффициента, в зависимости от значений а и b, разные положения занимает прямая линия на координатной плоскости. Вот давайте полюбуемся на этих прямые линии. Вот, посмотрите. Две параллельных прямых. Вот параллельная прямая и вот параллельная прямая. Они, кстати, никогда не пересекутся. Что у них замечательного? У них угловые коэффициенты одинаковые. Что у этой прямой, что у этой прямой. А чем они отличаются? Они отличаются значением b. Вот у этой прямой значение b. Вот какое. То есть, значит, точка, где они пересекают ось. А у этой вот какое. Вот, пожалуйста. Вот здесь. То есть, у этой положительной, кстати, а у этой отрицательной. То есть, она поэтому вот так себя ведет. Вот у этой прямой угловый коэффициент равен нулю. Он никого, ни с кем не пересекает. Вот так вот. Захотел кто-то поставить перпендикуляр. Вот он, перпендикуляр. Провести перпендикуляр. Значит, чем замечательный этот перпендикуляр? Ну, например, вот в этой точке перпендикуляр провести. Угловой коэффициент у него, знаете, будет чему равняться? Угловой коэффициент вот этой прямой нужно взять, обратить его. То есть, что такое? Единица разделить на угловой коэффициент. Единица накада и взять еще с минусом. И вот этот перпендикуляр туда и пойдет. Поэтому перпендикуляру, кстати, можно определить кратчайшее расстояние между прямыми. И иногда это очень полезно и нужно даже экономистам. Значит, что же я хочу вам рассказать еще. Вот смотрите-ка. Вот отрезки, которые отсекает прямая на осях координат. Сухо? Сухо. Но сейчас будет мокро. Смотрите как. Вот представьте себе, что это прямая спроса. Чем больше цена, тем спрос меньше. Да, заметили? Вот это вот тогда будет значение цены, при которой уже никто ничего покупать не будет. То есть, это максимальная цена, выше которой торговаться не будет. А вот это что такое Б? А это если бы цена была нулевая, то есть, плантаторы просто отдавали хлопок. Забирай самовывозом, а то сгниет, да? То больше вот этого объема эти акулы империализма европейские не купили бы у простодушных американских плантаторов. Не купили бы. Потому что им грузить некуда. У них, значит, больше пароходов нет зафрактованных. Да, вот оно, пожалуйста. Вот они, те самые параметры, да? Которые отсюда вот неожиданно выплывут, да? Ред Баттлер по двум точкам прямую построит. И у него окажется, что он будет знать слишком много, знать против того, что ему было дозволено. Да? Ну, вот такие вот мечты у Реда Баттлера есть. Давайте-ка я вам вот что сейчас расскажу. Хорошо, я вам все грамотно рассказал. Рассказал, какая цель у Реда Баттлера. Вот. Заключить свои объятия, свою нежность, Карлету Хару. Вот. Но цель-то понятная. Значит, давайте я сейчас напомню, что было, когда он вернулся с своего похода на биржу, принес там записочку с исходными данными, которые ему были нужны. И что он вспомнил из аналитической геометрии. Повторение мать учения, как говорят. Сейчас я все это делаю, коротенько-коротенько вам повторю. Так, покажите меня, пожалуйста, крупным планом. Я сейчас там перелистаю назад все слайды. Пущу в обратное направление. Значит, дело вот какое. Ну, понятное дело, что вот что Ред Баттлер принес с биржи. Две точки, две цены и два объема. Вот, говорит, по 5 долларов, по 5 долларов 30 тысяч тюков хлопка. По 5 долларов 30 тысяч тюков хлопка гораздо купить плантаторы. А вот, то есть, покупатели. А вот по 25 долларов за тюк только 10 тысяч тюков хлопка. Кстати, по этим данным, значит, Ред Баттлер не только определит, значит, вот эти сухие коэффициенты К и Б. Он определит цены, цену, выше которой вообще на рынке не может быть оборотов. Это та точка, где эта прямая пересечется с горизонтальной осью. Он эту ось, естественно, зовет буквой П, а не буквой Х. А та точка, где она пересечется с вертикальной осью, с осью К, это будет максимальное количество хлопка, которое, в принципе, может поглотить рынок. Естественно, это некие оценки, это некий результат модели. Я вот слышал такое однажды описание разговора. Значит, некий математик толкует с экономистами, ну, то есть, людьми, работающими в области экономики, ну, так, всерьез работающими, то есть, какие-то модели они там строят. И математикам говорят, ну, что же вы, ребята, такие у вас примитивные, простые модели, зачем они вам нужны? А вот экономист очень отвечает грамотно. А вы знаете, говорит, да, мы видим, говорит, формулы уж очень простые, да, модели уж очень примитивные, да, они очень мало факторов учитывают, но они работают. Понимаете, в чем дело? Вот тот экономист, так же, как и Ред Батлер, он трезво смотрит на жизнь. Очень много всяких случайностей, разбросов, все не учтешь. Путем составления сложной модели, ну, больше вероятность некого самообмана. Когда модель достаточно простая, на самом деле, вот как здесь у Реда Батлера, полученные с ее помощью оценки, конечно, будут неточными, но характерность, вот, порядок величин очень будет хорошо вписываться, вот, соответствовать жизни. Понимаете, в чем дело? Ну, ладно. Значит, продолжим воспоминания Реда Батлера о славных годах обучения его в колледже, или там в университете, или где он там еще учился. Значит, основа аналитической геометрии – это система координат. Например, самая простая, система координат на плоскости, называется она Декартова система координат, ось Х, ось У. Все это вам знакомо со школьной скамьи. И каждая точка, если у нас точка, вот, у тех, кто чертит, кто учится геометрии, да, простой, обычной геометрии, планиметрии, геометрия на плоскости, там точка, это надо карандашиком, или второчкой где-то ставить, или мелом на доске. А здесь это координаты точки Х и У. Да? Вот они. Х и У координаты точки. То есть проекция точки на оси координат. Вот такая вот картинка у Реда Батлера есть. Все. Вот это вот он четко помнит. Две точки. У него двое данных есть, да? Две пары чисел. Это Х1, У1, Х2, У2. Не важно, что это за числа. Конечно, непосредственно цена и объем продаж не ассоциируются с какими-то вот точками. Это не геометрические объекты. Это объекты совершенно другого мира. Но, представляете, вот язык математики, он позволяет эти все вещи наглядно очень представить. Согласитесь, что точки, нарисованные на доске, на клочке газетной бумаги, наглядные. Через них прямую можно провести, да? Это наглядно. Это здорово. Это некая зависимость. Так же, как когда вот мы говорим, там вот говорит там Ред Батлер о своей любви к Скарлетт Ахари, да? У него там, конечно, какие-то химические процессы где-то там в организме идут, да? Вот там, как это самое, так сказать, феромоны какие-то там на него действуют. Или еще там, кто там еще чего-то такое там. Вот. А он все это перекладывает на язык образов. Ах ты моя кисонька, ах ты моя рыбонька пушистая, да? Вот какие-то такие вот понятные и внятные образы, понимаете? И вот эти тоже образы точек понятные и внятные. Они наглядные. Достаточно только язык образов про пушистую рыбоньку и чешуйчатую, так сказать, кисоньку принять. Вот, да, и все будет нормально. Ну, так что, уравнение надо составлять прямой. Это милое занятие. Значит, вообще говоря, уравнение прямой выглядит следующим образом. У равняется К и Х плюс Б. Извольте, вот он. Значит, чем больше величина К, тем, значит, сильнее наклонена прямая. Отрицательное К, это, значит, У. Чем больше Х, тем меньше У. Положительное, ну, больше. Б – это точка пересечения прямой с вертикальной осью, с осью ИГ. Или, как у Р.Д.Баттлера, будет с осью К, с осью объемов продаж и, соответственно, покупок, которые соответствуют, значит, нулевой цене. Вот так вот. Ну, я думаю, что по нулевой цене это имплантаторы отдавать не будут. То есть, прямое предложение пройдет, пересечется с осью горизонтальной раньше нуля. То есть, там будет при отрицательных объемах. Это уже будет не физично, не интересно. Вот. Это вот не серьезно и не интересно. Так. Что же еще там узрел из всего этого дела Р.Д.Баттлер? Р.Д.Баттлер узрел следующую вещь. Чудную формулу, чудную парочку формул. Смотрите, какое интересное соотношение. Вот оно. У – у1. Равняется у2-у1, делить на х2-х1, умножить на х-х1. То есть, такое будет равенство двух дробей. Вот этой вот дроби и отношение у-у1 к х-х1. Вот такое вот соотношение. Очень простое и наглядное. То есть, в него достаточно все это дело зарисовать, записать красиво. И все будет работать окей. Все будет на высшем уровне. Все будет получиться так, как нужно. И, кстати говоря, это не единственная форма записи уравнения прямой. Это было уравнение прямой под координатом двух точек ей принадлежащим. Можно еще говорить так. По координатам одной точки и направляющему вектору. Мы этим здесь не занимались. Р.Д.Баттлер это непосредственно не потребовалось. Хотя, на самом деле, у нас времени нет. Но это очень интересно и продуктивно было бы с точки зрения изучения рынка. Есть еще одна форма записи уравнения. Называется она уравнение прямой в отрезках. Вот когда я в свое время изучал аналитическую геометрию, для меня это было совершенно вообще... Ну, что же такое уравнение прямой в отрезках? А оказывается, экономика должна была быть экономной. Я учился как раз в благословенные брежневские времена застоя. И вот экономная экономика экономила типографскую краску. И поэтому заголовочек в учебнике должен был бы звучать так. Уравнение прямой в отрезках, отсекаемых ею на осях координат. Написали только уравнение прямой в отрезках. Вот они, отрезки, которые прямая отсекает на осях координат. Вот она вот так вот резанула. И вот что она отсекла. Вот этот вот кусочек и вот этот вот кусочек. Вот все, что она отсекла. И вот в этих вот координатах. Вот если это прямая спроса, например, да, из этого следуют очень далеко идущие информативные выводы. Вот оно. Цена, дороже которой никто ничего не купит. Ноль при этой цене покупок. Вот это вот объем, больше которого никто не возьмет. Ну, просто съесть не смогут, да? Если речь идет о гамбургерах, да? Это емкость рынка, как говорится, максимальная. Даже если бесплатно будешь отдавать, больше не возьмут. Вот, пожалуйста, вот какие вот аллегории. И, кстати говоря, в этих обозначениях уравнение прямой выглядит очень красиво. Просто вот душу греет красивое такое выражение. Это почти как рыбонька пушистая, это моя. Вот, понимаете, вот красиво сказано, да? Так вот эта вот пушистая рыбонька такая вот она вот такая. На рыбьем меху куртки бывают. Вот такие вот дела. Ну, конечная цель, естественно, всех этих изъяснений, те же самые, значит, что и у словесных изъяснений, значит, вот добиться взаимности, любви, через богатство, разумеется. Вот уже, обратите внимание, сменил он черный, скучный фраг на какой-то такой вот рыжеватый, легкомысленного цвета костюм. Не знаю, как это называлось. У них там смокинг, пиджак, что там еще у них там. Слов-то мы уже и забыли. Ходим, как попало. Забыли, что надо красиво одеваться. Вот, полюбуйтесь хоть на красивых людей. Кстати, говорит анекдот, который я всегда всем рассказываю. Оказывается, вот, как красавец Ред Батлер, вернее, исполнитель его роли, у него были ужасно оттопыренные уши. И он сумел добиться вот счастья своего тем, что он уши сзади соединял между собой, лейкопластырем заклеивал. То есть, вот, когда его спереди снимают, вот этих вот, чтобы оттопыренных ушей было не видно. Сбоку-то можно, когда снимаешься, вот уши-то отклеить, а их не видно будет. Они же, так сказать, проецируются, да, как точка на очкоординат. Так и уши на голову, когда сбоку снимаешь. Вот такая вот история. Так что, я так думаю, что Ред Батлер, когда ходил на биржу, он уши сзади заклеивал, склеивал этим самым. Скотч тогда не был, тогда был лейкопластырь. Так, ну, в следующий раз мы добьем эту идею. Добьем идею построения прямой по координатам точек. Найдем, где они пересекаются. И вообще найдем, как делать деньги на биржи, на хлопковые, по крайней мере, биржи в Нью-Орлеане во второй половине, в начале второй половины прошлого века. Спасибо вам большое. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok